Не визит премьер-министра, в ходе которого были даны обещания районному руководству, что отношение наладится, не заверение чиновников из министерства, что финансирование возобновится, не привели к каким-либо результатам. Бюджетники района еще не получили заработную плату за февраль месяц. Я не понимаю, почему до сих пор не был решен вопрос. Потому что 13-го ставился вопрос о поиске компромисса. Но компромисс заключался в том, что мы должны отменить свое решение, и вот так будет найден компромисс. Для меня непонятно, как может быть компромисс из решения в давление. Официальная делегация в составе из представителей министерств финансов и образования уверяла районный совет. Финансирование не связано ни с 535-м постановлением, подразумевающее закрытие четырех школ, ни с отказом от новой формулы финансирования до университетских учреждений. Закрытие школ, опять же, никоим образом не связано ни с прекращением финансирования вообще Тараклийского района, и не связано также напрямую ни с 535-м постановлением. С 2013 года на новую формулу финансирования так или иначе перейдут все. Она предполагает школьную автономию, то есть финансы, предназначенные для лицеев и детских садов, будут поступать напрямую, обходя местные примарии. Тем более непонятно положение, согласно которого Тараклия желает выйти из этого постановления на 2 или на 3 месяца. Выход из этого постановления не даст ни дополнительных денег, ни дополнительных возможностей для открытия или закрытия школ. Потому что как раз из этого компонента Тараклий получает полмиллиона, согласно методологии, полмиллиона леев, на полмиллиона леев больше. Как раз исходя из этого вы получили те два автобуса. По мнению официальных лиц, новая методология поможет улучшить качество образования и администрирование школ. Поскольку за последние несколько лет количество детей резко снизилось и местным советам приходится тратить большую часть средств не по назначению, отдавая их на содержание полупустых зданий, правительство решило. Внедрить новую методологию финансирования таким образом, чтобы деньги, которые выделяются из госбюджета для образования, использовались на образование. Они в основном на содержании полупустых зданий, на содержании персонала, которые просто идут по каким-то нормативам, которые уже не соответствуют ситуации и требованиям сегодняшнего дня. Уже внесена поправка в проект постановления на 2013 год, что те школы, даже есть такое правило, включена маленькая школа, которая не может быть ни закрыта, ни реорганизована, потому что ограничивается доступ детей на образование. И эти школы по решению местного совета могут финансировать дополнительно из районного компонента. Благодаря районному компоненту, по словам гостей, возможно не только содержание маленьких школ, которые нельзя закрыть, но и обеспечить изучение родного языка. В вашем районе, где из 20 учебных заведений, 13 имеют болгарский компонент, я думаю, что если посчитать внимательно те средства, которые остались нераспределенными, 2 миллиона леи, я думаю, что хватит на день учебный год для того, чтобы покрыть и эту проблему. По такому пути финансирования прошло управление образованием из района Рыжкана, где тоже проживают представители национальных меньшинств. Они стали первыми, кто принял участие в проекте, и приехали в Тараклию, чтобы поделиться своим опытом. Мы купили три автобуса уже на компонент, и еще четыре купим летом на 5 миллионов 200. Мы получили еще с Министерства образования пять автобусов, так что мы этим летом покрываем полностью, у нас будут 13 автобусов, покрываем полностью перевозку детей в нормальных условиях, не то что те, которые берут в аренду. Потом, сейчас у нас затраты на транспорт, мы перевозим 620 детей, мы тратим ежегодно по 750 тысяч лей, это бюджет одной маленькой школы. А тут получается 620 мы тратим, вот 750 лей в году. Кроме сокращения затрат, по словам начальника управления, директоры школ смогли и улучшить администрирование финансов. Директора, что имели с этого они? Они знают делать бюджет, они знают делать план рационализации, они уже знают и спорят с примарями, почему деньги туда, потому что они хозяева своего бюджета. Деньги школы никуда не уходят, они идут целенаправленно на школу и не используют, потом оставляют их в свободные остатки в конце года и направляют на другие нужды. В Тараклийском районе ситуация схожа, но в силу недоработок формулы, согласно которой деньги направляются не на здание, а на ученика, она не сможет качественно работать, считает примар коммун и виноградовка, где уже есть окружной лицей. Мы на сегодняшний день отбросили в сторону и не понимаем одного фактора, что содержание зданий, которые, многие из них, были сданы в 60-е годы и не подвергались ни одному капитальному ремонту. Сегодня не позволит ни одному директору школу администрировать средства и направлять их конкретно на качественное образование. Может быть, Министерство образования возьмет на свое содержание объекты сами здания, и тогда уже будет конкретно качественное образование, эти деньги будут следовать действительно за учеников. По мнению советников, Тараклей Министерство должно экономить не на доуниверситетском образовании. Я понимаю. Скажите, сколько у нас вузов? Сколько вузов? В стране? Нет, в стране. 32. Скажите, кого они выпускают? Очень много. Вы мне скажите, кого выпускают они, если они не востребованы в нашей экономике? Зачем вы штампуете и тратите государственные деньги для того, чтобы выпускать не очень? И правда сказали, что студент сегодняшний слегка обучен, чуть-чуть воспитан и совершенно не восприучил к творчеству. Слушайте, в советское время было 4-5 вузов, хватало специалистов вот так. Вот включите экономию в этом. Учителя должны получить заработную плату, считает Дора Димитриева, и поэтому мы должны принять все условия Министерства финансов. Мы должны сегодня привести в соответствие районный бюджет с бюджетом, госбюджетом. И чтобы завтра, и чтобы завтра, завтрашнего дня, как закон, статья 24, если бы пришли к нам, и чтобы завтра к нам поступили транспорты, а я уверена, что так и будет, если мы сегодня примем правильное решение. Районный компонент может покрыть расходы, связанные с теми школами, которые остаются без финансирования, считает примар города Сергей Филиппов. Однако в этом случае денег не останется на изучение родного языка. Да, согласно этого постановления, можно из районного компонента содержать маленькие школы. Мы спросили, и по-моему, и господин Круду, и не знаю, или Шехтицкий встречались с послом республики Болгария, когда мы увидели, почему же у нас во всех школах получается дефицит. Вы сегодня подтвердили, что у нас в русских школах с национальным компонентом на 3-4 часа преподавания больше. Если они преподают, им надо за это платить. А на это нужно 3 миллиона 45 тысяч. Сегодня вы говорите, что правительство или Министерство просвещения изучает вопрос о каком-то коэффициенте на изучение родного языка, потому что это, согласно международного законодательства, в первую очередь изучается родной язык. Это же нас заверил господин Кнут Валибек, верховный комиссар по делам Насменьшинс, когда мы были, что это должно быть доработано, и государство должно обеспечить права Насменьшинс, профинансировав изучение родного языка. Так вот, если бы компонент на изучение, если бы эти 4 часа недельных были бы, оплачивались бы, и мы бы нашли какой-то вариант, то эти школы, сейчас бы не стоял районный компонент, не уходил бы на изучение родного языка, а он бы полностью уходил бы именно на молдавские школы в этих 4 гимназиях. И в связи с этим не принималось данное постановление, и было принято решение районным советом о принятии бюджета района по общей республиканской формуле. Это я повращаюсь к госпоже из Министерства финансов. Бюджет Тараквийского района принят по общей республиканской формуле. Сейчас он не соответствует с государственным бюджетом, потому что в части трансфертов на образование он уже предусматривает данное постановление. Все несоответствия, с которыми якобы был принят районный бюджет и теперь не поступает трансферта, заключаются в том, что само Министерство финансов упустило из виду соблюдение процедур и закона, считает секретарь районного совета. Решение Министерства финансов относительно доходной и расходной части бюджета на предстоящий бюджетный год рассматривается совместно с органами публичной власти. Установлено Министерством срок. Вы не пришли, не выполнили Министерство финансов вот это требование закона. Не выполнили и не прислушались к решению совета. Бюджет сформирован и принят в соответствии с законом. Если вы не прочитали закон и не выполнены процедуру, которая предусмотрена законом, примите свою вину и исправляйте его немедленно. Большинством голосов было принято решение не менять уже сформированный бюджет. Оставшись уже в более тесном кругу, районные советники приняли еще одно решение – обратиться за помощью к властям Болгарии. Президенту, правительству, парламенту Республики Болгария и международному сообществу, общественным организациям о показании финансовой помощи для обеспечения функционирования бюджетных органов района в связи с отказом Министерства финансовой структуры Молдовы финансирует Терпийский район. Копии обращения также будут отправлены центральным властям Молдовы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...